Социальная поддержка тех, кто в этом нуждается, медицина, безопасность, отношения со стратегическими партнерами, по сути, главные векторы белорусской внутренней и внешней политики, сегодня нашли отражение в целой серии встреч и переговоров во Дворце Независимости. И сейчас обо всем по порядку. Педагоги, врачи, работники социальной сферы и культуры смогут получить арендные квартиры в первую очередь. Александр Лукашенко потребовал увеличить темпы строительства такого жилья. Сегодня главе государства представили проект правительственного постановления. Такой подход не только улучшит условия жизни людей, но и поможет решить проблему с закреплением кадров в небольших городах. Новоцый Александр Лукашенко поддержал. Все детали в репортаже Юлии Бешановой. Врачи, педагоги, работники культуры и спорта. Все те, кто трудится на благо страны в бюджетной сфере, получили право первыми претендовать на арендные квадратные метры. Условия всего два. Контракт по месту работы не менее чем на пять лет и подтверждение. В этом специалисте работодатель действительно заинтересован. Это одна из ключевых задач, которая стоит перед правительством и на ближайшую пятилетку однозначно. Задача развития регионов, а развитие регионов безработников в социальной сфере невозможно. Речь пойдет о том, чтобы врачи, учителя, я не скрываю, это основные наши штыки. На них держится не только профессиональная работа, но мы их часто привлекаем к разного рода другим государственным мероприятиям. Но как только мероприятие закончится, мы ровно, ну если не совсем, то во многом забываем про этих людей. И вот на злобу инфекция, которая бродит у нас вирус, мы все говорим врачам спасибо, спасибо, но врач может бороться с этим вирусом в очаге красном и думает, мне бы побыстрее жилье какое-нибудь и так далее, и так далее. Бюджетников, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, по всей стране порядка 49 тысяч. Почти 5 тысяч из них готовы пойти в арендное жилье. Наиболее острый вопрос стоит в Минском и Гомельском регионе. За этот год планируется построить около тысячи арендных квадратов. В ближайшие пять лет сократить очередь как минимум в половину. Резервы есть. Дополнительно осуществляется инвентаризация сейчас, это более 10 тысяч пустующего жилья. Оно будет отремонтировано соответствующим образом в той части. Возможно, и вложатся те потенциальные арендаторы, которые возьмут, чтобы под свой цвет, условно говоря, покрасить стены или поклеить обоями. И, соответственно, вот с этого фонда это тоже будет дополнительный такой вклад из пустующего, после соответствующего капремонта или другого ремонта, для того, чтобы эти люди могли воспользоваться этим арендным жильем. Строить быстро, качественно и недорого в стране уже научились. Общежитие для врачей в поселке Лесковка в Минском районе хороший пример. Квартирный вопрос смогли решить сразу для 348 семей медработников. Таким образом мы можем решить квартирные вопросы для молодых врачей и учителей. И это не просто общежитие, я посмотрел, хоть оно называется общежитие. Я представил, если бы мне в молодости такую вот квартиру, как в этом общежитии, жилплощадь, как в этом общежитии, ну так и жить можно было, и двое детей можно вырастить на такой жилплощади. То есть есть недорогие, незатратные такие проекты, которые мы можем реализовать. И не окупаемые они будут, но и все-таки за арендное жилье люди платят немало. Поэтому я бы не сказал, что это уже такой страшно убыточный проект. Надо нам широ разворачивать строительство арендного жилья. И желательно, чтобы оно было в приоритете, арендное жилье. Особенно для небогатых наших врачей, учителей, культурных работников или работников сферы культуры и так далее. Арендное жилье – отличная возможность помочь молодым специалистам встать на ноги. Позволить купить квартиру сразу после вуза могут единицы. А платить крупные суммы за съемное жилье не по карманам. Вот это моя арендная однокомнатная квартира, к которой мы очень рады. Ксения Касканова живет в арендной квартире в новостройке уже 5 лет. Получила ее сразу, как поступила в магистратуру и пришла работать в университет. Девушка иногородняя в студенческие годы снимала жилье. Поэтому не понаслышке знает цену частному квадратному метру. Средняя оплата жилья за месяц, только коммунальные услуги и аренда. В общем, в расчете по квитанции, условно, может быть, арендная плата около 13-15 рублей варьируется. Сейчас повышаются тарифы. Ну и, может, рублей 50, в зависимости от того, сколько я использую воды в течение месяца. То есть, ну, это хорошая экономия. Это позволяет откладывать деньги на какие-то другие нужды. Такой подход уже дает свои плоды. За последние 5 лет молодые медики после отработки распределения все чаще остаются на первом рабочем месте. Показатель почти 85%. Как показала практика, жилье – это то, что привязывает человека и к работе, и к месту, где он живет. Очень важно, чтобы мы обратили внимание на регионы. Тогда и текучесть кадров уменьшится, тогда и люди не будут за границу уезжать, заработать. Эффект должен быть один. Люди должны работать, они должны закрепляться по месту этого жительства, жить и работать в своей стране. И работать эффективно. Арендное жилье – тренд, который активно развивается во всем мире, и оно действительно пользуется спросом у белорусов. Сегодня заселено 92% от всего арендного фонда. Юлия Бешанова, Галина Буро, Леонид Бартенев и Анатолий Боинцев. Телекомпания СТВ. Уровень преступности в Беларуси в этом году по сравнению с прошлым снизился на 13,5%. Александр Лукашенко сегодня принял с докладом председателя Следственного комитета Ивана Носкевича. Главу государства интересовали результаты работы ведомства, а также расследование наиболее резонансных уголовных дел. Иван Данилович, без самоотчетов, конечно, и всяких отчетов, но тем не менее, несколько предложений по работе за истекшие периоды этого года. Ну и поскольку все познается в сравнении, что мы имеем в этом году и как мы выглядим на фоне прошлого года. Мы не скрываем это. Ряд уголовных дел и на контроле у меня находится. Ну и общественно значимое крупное преступление, которое расследовал Следственный комитет. Хотелось бы знать, какова здесь ситуация, доведены ли эти уголовные дела до суда. Если доведены решения суда есть, то хотелось бы знать, каково это решение. Это говорит о качестве работы Следственного комитета. Ну и те вопросы, которые вы хотели бы со мной обсудить. Уровень преступности по сравнению с прошлым годом уменьшился практически на 13,5%. Всех преступлений? Совершенно верно. Всех преступлений? 13%? На 13,5% уровень уменьшился по сравнению с прошлым годом. У нас таких темпов падения преступлений? Давненько не было, да. Я думаю, что это все-таки результат той планомерной, огромной работы профилактического характера всего правоохранительного блока и в целом государственных органов. Также в разговоре затронули тему организации работы Института повышения квалификации. При подготовке Следственного комитета президент дал согласие на его создание. Глава государства отметил, что в будущем учреждение должно стать инновационной образовательной площадкой. Мы с вами обсуждали проблему, и вы готовы ее сегодня обсуждать, по созданию Института повышения квалификации следственных работников. Актуальная тема, потому что от следствия требуется больше качества, больше знаний, потому что преступность перемещается в сферу высоких технологий и так далее. Оперативность очень нужна. И хотелось бы видеть этот институт не просто как какое-то учебное заведение, где какие-то знания дадут, а чтобы это был у вас центр. Центр, где будет средоточие классных специалистов и новейших технологий, чтобы там можно было научить наших следователей тому, чему мы не учили никогда. После доклада глава ведомства пообщался с журналистами. Иван Носкевич рассказал, какие именно резонансные уголовные дела сейчас на контроле у президента. Речь об убийстве молодой женщины, тело, которое обнаружили в Свислочи, крупном ДТП в Березовском районе, а также разбойном нападении на ювелирный магазин в Минске. В рамках расследования установлено несколько эпизодов преступной деятельности группировки из трех человек. Они совершали помимо разбойных нападений, похищали оружие. Кроме того, устойчивость и целенаправленность действий этой группы позволили квалифицировать содеянное ими как бандитизм. Им предъявлено обвинение в том числе по статье 286 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Должен сказать, что это достаточно редкий состав. По крайней мере, последнее уголовное дело по статье 286 направлялось в суд около пяти лет назад. Данное уголовное дело тоже закончено производством. Мы приступаем к стадии ознакомления обвиняемых с материалом уголовного дела. Я думаю, в течение ближайшего месяца оно тоже будет передано прокурору для направления в суд. Кроме того, прокомментировал Иван Носкевич и ход расследования уголовного дела о применении насилия к милиционерам в Гродно. В настоящий момент это уголовное дело переквалифицировано в часть первой статьи 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Организация и подготовка действий, грубо нарушающие общественный порядок. Предъявлено обвинение и избрана мера посещения в отношении десяти лиц. Сколько человек в конечном итоге будет привлечено к уголовной ответственности, я пока не скажу. Возможно их будет больше, возможно меньше. Расследование показывает, что в инициативной группе фигуранта, который в том числе привлекается к уголовной ответственности в настоящий момент, было порядка полсотни лиц судимых, больше десятка неоднократно судимых. Практически все из них и являются фигурантами настоящего уголовного дела. Следствие продолжается, его результат озвучат после получения всей необходимой информации. Продолжение следует...